Итак, дорогие друзья, сегодня посмотрим такую небольшую бюджетную сборочку. Я в конфигураторе вам всё покажу, расскажу. И чем это примечательно? Тем, что здесь будут только новые комплектующие, без фактора рефирбы, щиты и тем более БУ. Ну, для тех людей, кто хочет собрать компьютер по жилому человеку или ребёнку, раз собрали, включили, человек себе работает и всё. Да, какие-то игры идут очень хорошо, что-то придётся, конечно, на низких настройках, но компьютер 5, 7, 10 лет проработать для каких-то онлайн-проектов, просто какие-нибудь фильмы, сериалы там смотреть. Ну, повторюсь, всё-таки будет возможность там и поработать, и поиграть на нём. По процессору, смотрите, вы можете просто вводить здесь процессор, который вы хотите. Вот, например, вы ориентируетесь там, ну, наш бюджет от Core i3 будет хорошо подходить. Core i3, 12100F. Это без встроенного видеоядра, она нам здесь не нужна. Есть Core i3 уже 14-го поколения, он намного дороже, он чуть-чуть мощнее, но нам это не так подходит. Нам подходит боксовый вариант, как видим, 45 тысяч сборок. Это то, что как раз люди берут, то, что достаточно популярно. Есть ещё 10-е поколение, но слабее, там более старый сокет 12.00, ну, нам, соответственно, это уже не подходит. Здесь LGA 17.00, сокет 17.00, нам это лучше подходит. Материнская плата, здесь мы берём практически самую дешёвую. Вот у нас есть H610 чипсет. Можно взять, попробовать вот эту. Мы сейчас зайдём и посмотрим. Как видим, здесь 8-пиновое питание. На процессор идёт это намного лучше. Да и в целом она не самая простая даже, можно так сказать. Потому что раньше, я помню, были какие ужасные материнки дешёвые. Там выводов на USB было очень мало. Здесь есть несколько USB 3.0 сразу. И плюс возможность того, что вы ещё и на корпус можете вывести USB 3.0. Как минимум, видите, здесь два классических для периферии. USB 3.0 для флешки, для внешнего жёсткого диска нормально, неплохо. Опять же, нам эти выводы HDMI и VGA не так актуальны, потому что у нас процессор будет без встроенного видеоретра. Но вдруг когда-то вы там захотите поменять процессор и этот компьютер перевести уже в разряд такой офисной машины, то, тем не менее, это возможность есть. Всё бюджетно, всё просто. По видеокарте здесь самое интересное. Здесь мы можем, ну, как вы заходите в любой магазин и смотрите, за 16, 17, 18, 20 тысяч очень часто ставят карточки либо бушные, либо, если новая, это будет GTX 1650. Ну, может быть, какой-то Родион, и то Родионовские идут, если более-менее адекватные, типа RX 6600, новая карточка с трёхлетней гарантией, вся сборка будет дороже 20 тысяч. Мы выбираем, например, то, что не нужно брать, но, тем не менее, ещё в продаже есть. 1650, GTX 1650. 6700, 6500, есть восстановленная за 4500, есть какая-то карточка MSI неплохая. Достаточно навороченная, практически за 7 тысяч. Эта карточка 19-го года, одна из самых бюджетных тех, что тогда выходили. Она не требует дополнительного питания, если требует, то 6 пин, что есть даже в самых дешёвых 400-ваттных блоках питания. Мы видим, тут даже от 300 ватт, это 6 пин. Её потребление 85-90 ватт, но PC-Express слот может выдать до 75 ватт. Соответственно, здесь перестраховались и поставили 6 пин. Есть и какие-то грин-версии, эко-версии, в них не будет этого дополнительного разъёма питания. И того, что мы определяем, что 1650 нам по большей части не подходит, мы ставим RTX, например, 3050. И тут многие уже забегая наперёд, уже вангуют, что люди будут говорить, что очень сильно всё, можно сказать, бюджетно, очень сильно всё ограничено. Но я посмотрел, что люди собирают в Мексике, Бразилии, Индонезии, опять же, в Северной Америке, в Соединённых Штатах, такие персональные компьютеры, они не особо популярны. Зато Азия и Латынская Америка, они очень любят, соответственно, собирать вот такие классические сборки, которые в Восточной Европе также пользуются спросом. Это вот такие классические компьютеры на винде, игровые, мультимедийные, домашние, вот такие классические компьютеры. Что у нас здесь есть? Мы сортируем по цене. Есть факторы рефирбиши, 3050, факторы рефирбиши, цена неплохая. Вот такая однокулерная карточка, но 3050, какой у неё минус 8 гиговый, она жрёт достаточно много энергии, это 130 Вт, ей нужно 8-пиновое питание, и блок питания 500-550 Вт, и то не самый дешёвый. Она жрёт как 4060, работает, ну как 2060, даже чуть слабее. Есть эти карточки, но всё-таки это факторы рефирбиши, что мы сегодня будем собирать карточку на абсолютно новую из магазина. Вот предлагаю взять 6-ти гиговую. Она не требует дополнительного питания, работает на блоках питания от 300 Вт. Вот у нас есть версия даже от MSI за 8,5. Также не требует дополнительного питания. Как видим, на обходе неделькового жилы, у нас стоит прошерк, соответственно, карточка будет работать даже на самом простом блоке питания. Цена не маленькая, но при старом курсе доллара она по 1600-1650 стоила. Довольно уже такой внушительный у нас появляется бюджет, потому что половину сборки, по сути, стоит видеокарта. В модуле памяти здесь мы берём просто понятное. Можно взять сразу Kingston 2 по 8, будет 16 гигабайт, на частоте 3200 за 1849. Можно поискать что-то вот в G-Skill, например, за 1690, а также неплохая память. Есть ещё у нас Viper, Patriot, это всё понятно. Corsair тоже, ну Corsair, конечно, подороже будет, 2000. Я бы просто взял вот G-Skill. Смотрите, большое количество людей взяли, неплохой рейтинг. Мы здесь разгоном заниматься не будем, нам подходит базовая 3200. Опять же, если у вас матринка поддерживает 2993, то у вас будет она работать на 2993. Если поддерживать больше, можно что-то разгонять, но в целом, конечно, старую, типа DDR4, самую первую, 233 или 2400, нету смысла брать. Это уже мусор, но 3200 это как раз золотая середина. Блок питания. Блок питания мы здесь можем взять новый, естественно, потому что я анонсировал новую сборку. Но если у вас есть более-менее адекватные вменяемые компьютеры, вы точно будете собирать сами. Вы можете взять любой 500-ваттный блок питания брендовый, даже 450-ваттный, будь то там Chieftec, FSP, Deepcool. Но при условии, что ему там года 2-3 вы его берете со старой сборки, либо знакомые делались апгрейд на 650-ватт, и 400-ваттный, там 500-ваттный могут вам подарить. Но при условии, опять же, желательно, чтобы там еще Silver сертификат или бронзовый, да любой с бронзовым сертификатом на 500-ватт с запасом, счет большим. Мы здесь берем, что у нас здесь популярное. Можно просто взять статус, мы ставим новый. Мощность у нас будет 500-550, ставим по цене. Опять же, GameMax точно нет, Excellence нет. Вот, например, есть Chieftec, Arena 500-ватт. Ну, это такой простенький достаточно блок питания. Не знаю, я бы, скорее всего, доплатил 100 гривен и взял Deepcool. Ну, можно Cougar брать, но вот GameMax точно, GameMax это пролет, GameMax и вот Aza есть. И еще что лучше не брать, даже если вам подарили, если вам дарят Aerocool VX, можете просто его выбросить. Вот Aerocool VX точно нет. Ну, я думаю, что Deepcool либо Chieftec. Как видим, у Deepcool еще и рейтинг лучше. Берем Deepcool. Да, эта цена не сказать, что маленькая, можно буквально даже за 1300 взять блок питания. Но он GameDios, я не знаю, что это. Смотрите по количеству сборок. Например, Aza не такое большое количество сборок. Вот есть люди на GameMax собирают, но в то же время оценка 4.3. Я как-то хочу сопоставлять и цену, и оценки, и количество сборок. Оптимально, вот я вижу, это все-таки Chieftec Arena, но смотрим, как он выглядит. Это достаточно простой такой офисный блок питания. Он неплохой, если он у вас уже есть. Система охлаждения на процессор у нас стоит боксовый кулер. Можно здесь взять, даже нам хватает и для системы, и тем более для игр нам хватает SATA 2.5. Например, есть Kingston 480. Я помню, дело в том, что в августе 2023 года за 900 гривен можно было спокойно взять любой SSD 480, 512 на SATA 2.5. Сейчас SSD-шники подорожали практически, но если не в два раза, то процентов на 30-40 довольно ощутимо. По объему мы ставим 480, меньше смысла нет убрать. Ну вот есть Patriot Boost Elite 3D NAND TLC 480. Но опять же, раньше он был, например, 800, сейчас стал 1200. Можно взять его в какой-то мере, скажем так, что от 1200 до 1400 можно взять. Вот Goodram можно взять. Нам, по сути, осталось взять только корпус. По корпусу, смотрите, здесь есть запас по цене, чтобы вложиться прямо там в 20 тысяч с копейками. Ну и плюс стоимость сборки, где-то в 21 тысячу мы вкладываемся. Но, смотрите, если вы можете взять SSD-шник со своего старого компьютера, либо взять блок питания со своего старого компьютера, это очень сильно удешевляет эту сборку. Но при условии, если вы будете заказывать полностью, мы все-таки ориентируемся на 21 тысячу. Корпус здесь подходит практически любой с нижним блоком питания. Здесь мы ставим блок питания, без блока питания, форм-фактор. Видите, блок питания у нас будет нижнее расположение. И вот у нас, начиная от 1000, идут вот такие блоки. И чем эти блоки интересны, такие современные? Они достаточно широкие, такие, казалось бы, пузатые. Ну, это помогает изолировать у нас жесткие диски и блок питания от основной сборки. Соответственно, охлаждение идет и снизу, и через заднюю его плоскость. Ну и в то же время, то, что он достаточно пузат, и это положительно сказывается на объеме воздуха, который он может в себе прогонять. Можно взять вот буквально за 1000. Вот First Player, они сейчас очень популярны. Тоже все неплохо, все пристойно. Есть даже на выдув у нас стоит 120. Ну, это такой за 1000, это простой вариант. И можно взять вариант реально, тот, что мне понравился. Я его вживую увидел, вот он очень неплох. Там цена его будет порядка 1800. Вот он стоит 1829 гривен. Смотрите, его называют пузатый блок питания. Он достаточно такой, можно сказать, ну, не квадратный, но достаточно широкий и при этом низкий. И здесь на петлях у него это стекло, так называемое. И, в общем-то, он достаточно просторный. Несмотря на такие небольшие габариты. Но единственное, что у него ставятся только микро-ATX-овые платы, которые мы поставили. Но в то же время у него есть, смотрите, и 3, и 5, и 2, и 5, и слоты расширения. И вывод у него есть на USB-шнике. Длина видеокарты до 340 у нас миллиметров. Ну, можно вот еще его по всех ракурсах. Увидеть. Ну, как видим, смотрится он достаточно серьезно. Ну, и предустановленный у него на передней панели и на задней панели у него 140-ки стоят. Есть возможность его еще как-то кастомизировать, улучшать. И за счет того, что он пузатый, у него и кулер. Раньше какие-то 150-160, у него кулер 190. 190 сюда и седьмой можно поставить на очень-очень большой кулер. Да, это, конечно, дороже, чем 1100 гривен. Но здесь вертушки также идут в комплекте. У нас получается 21 тысяча. 21 тысяча пятьсот семьдесят четыре. Ну, и опять же, для тех людей, кто рассчитывал дешевле 20 тысяч, мы начинаем, как говорится, раз, два, три, четыре, пять, начинаем экономику считать. Смотрим. Процессор и материнка, это то, что без этого мы не можем никак. Видеокарту мы уже определили, что мы хотим новую. Память одна из самых дешевых, что мы выбрали. Например, если у вас есть блок питания 500 ватт, сопоставимый с этим дипкулом. Например, дипкул 450 или чертег 500, при условии, что он новый. Естественно, если вы будете где-то собирать, принесите, чтобы вам сделали апгрейд. Покажите все, что у вас есть. Может быть, что-то и подойдет. Но если не подойдет, конечно, тогда не подойдет. Снимаем блок питания. SSD-чник, если у вас есть, например, на 480, либо 240 подсистемы, но игры с HDD классических я не рекомендую. HDD эту сборку сильно будет ограничивать, потому SSD... Ну, я бы не стал SSD все-таки вот так прям выкидывать. И можем мы корпус, при условии, что корпус и блок питания вы берете со своего компьютера. Сразу становится 18 тысяч. Это уже при условии сборки за 474 гривны. Опять же, можете собирать в этом магазине, можете в другом, можете в сервис-центре. Обязательно все, что вы можете снять, попробуйте снять со своей сборки. Либо привезти компьютер уже в таком состоянии, в котором вы можете его привезти. Прозвоните все сервис-центры, все магазины, возможно, кто-то сможет вам помочь. И, соответственно, если корпус и блок питания взять со старой сборки, можно взять игровую систему меньше 20 тысяч. Но для тех людей, кто досмотрел и все-таки уже написал комментарий, комментарий можете снимать. И как эту сборку можно бустануть? Прямо одним движением руки мы меняем видеокарту на... RX-6620, а это будет Radeon. Также мы ищем, чтобы она была обязательно новая. Ну вот у нас Asus ROG Radeon RX-6620X. Есть просто. Вот у нас такая обычная. Здесь в factory refibration. Нам нужно все-таки новую берем за 9 тысяч новую. За 9199 гривен, дорогие друзья. Блок питания снова мы будем возвращать. На этот раз блок питания мы ставим уже 600 ватт. Можно даже там 650 взять в какой-то мере. По ценам, смотрите, мы берем также Deepcool. Я АЗА не хочу. Вот насчет АЗА я не уверен. Смотрите, здесь блок питания. Ну, здесь у нас есть пятерка у X-Silence. Но опять же, если по акции, если... Можно вот взять еще, что у нас есть. X-Silence есть в CSP PNR Pro. Вот у него оценки... Ну, вот Chieftech Smart. Можно взять 2000. И вот кто хочет Chieftech, 58 тысяч сборок. Взяли Chieftech. Ну, Deepcool 600-ка не хуже. Это вот по моему личному мнению и по моему личному опыту. И мы берем корпус. Корпус у нас здесь уже... Прямо очень сильная будет экономия. С нижним расположением. Мы берем, берем, берем. Можно Ving взять. Сейчас я ее просто не вижу. У него вся эта передняя панель прозрачная. Соответственно, он и... Спереди будет проветриваться, и сзади, и даже сверху. Вот берем пока... 2287. Но для тех, кто думает, что он соберет сам, мы вот делаем вот такой вариант 2200. Это у нас на i3 процессоре. Полностью с новых комплектующих. В том числе новая видеокарта. Блок питания 600-ваттка. SSD-шник у нас есть. У нас есть корпус. Он довольно просторный. Была бы цена доллара, ниже были бы совершенно другие цены. Те же, например, SSD-диски подорожали. Память я смотрел, была там 1496. Какое-то время назад, буквально с месяц назад. Карточка, она была в районе 10. Процессор, не сказать, что сильно подорожал. Материнка вроде 65 долларов. Это стандартная материнка для самых дешевых чипсетов. SSD-шник здесь поднимает сцену. Ну, без SSD-шника никак. Ну, и такую карточку довольно производительную. Это все-таки игровое решение. Ее нет смысла ставить на старый блок питания. И нет смысла ставить старый офисный тесный корпус. Соответственно, если у нас идет на RTX 3050, то можно сэкономить. На RX 6600 на корпусе и блока питания лучше не экономить, потому что это будет горячая печка. 22 тысячи. Сборка на разне, это совершенно другая история. Также на канале будет. Итак, можете свои комментарии оставлять. И опять же, я так постарался разбить обзор на две части. Это у нас с новой RTX 3050 в 6-ти гиговый. И вариант для тех, кто хочет доплатить. Там буквально пару тысяч. Вот взять более производительную RX 6600. Ну, а свое мнение вы, как всегда, можете оставить в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok